Вместе с тем, с 1 июля текущего года вступило в силу и другое изменение. Тарифы на коммунальные услуги вновь увеличились, но повысились они в пределах допустимых индексов. Он для каждого региона свой и до субъектов страны их доводит в федеральный центр. О том, какой индекс получила Якутия и какую поддержку при оплате за услуги ЖКХ может получить население, расскажет Марьяна Кутукова. В Якутии среднепредельный индекс установлен в размере 6%. Плата каждой семьи за коммунальные услуги не вырастет более чем на 8,5%. Если расходы на жилищно-коммунальные услуги составляют более 15% от общего дохода семьи, то граждане имеют право на получение субсидий. Она предоставляется в виде адресной денежной помощи. Для оформления необходимо обратиться в агентство субсидий Республики Саха и Якутия. Если по адресным субсидиям, у нас на адресные субсидии имеют право семьи с доходом. Если по российскому стандарту не выше 22% от доходов должны платить за кварплату, то Республика ввела 15%. Кроме того, увеличены нормы площадей, в пределах которых предоставляется субсидия. Также для многодетных семей и для неработающих пенсионеров есть льготная шкала от 0 до 15%. То есть у нас некоторые семьи могут вообще освобождаться от платы. Субсидию мы предоставляем на 6 месяцев, рассчитываем исходя из доходов за предыдущие 6 месяцев. То есть если на сегодняшний день мы предоставляем субсидию с июля месяца по декабрь 2017 года, то доход мы берем за предыдущие 6 месяцев с января по июнь. И независимо от того, где человек работает, то есть он предоставляет справку подтверждающую его доходы, либо их отсутствие, и уже производим просчет. Согласно указу президента Российской Федерации Бориса Ельцина о мерах по социальной поддержке многодетных семей, для таких семей предусмотрен ряд льгот, в том числе скидка в размере не ниже 30% на оплату коммунальных услуг. Добавим, что на льготу имеют право и другие категории социально незащищенных граждан. Однако на практике добиться этой скидки можно только через суд, так как правительством страны не был разработан порядок и механизм предоставления льготы. Получить бесплатную юридическую помощь по этому вопросу граждане могут в центре моей документы. Бесплатная юридическая помощь у нас предоставляется для социально незащищенных категорий граждан, то есть ветеранов Великой Часто войны, малоимущим, в том числе и многодетным. То есть обращаясь по данному вопросу, заявители могут получить полное сопровождение данного вопроса, то есть вплоть от устных консультаций, письменных консультаций и составления проектов исковых заявлений, вплоть до представления интересов в суде. Бесплатная юридическая помощь в районах у нас оказывается дистанционно, то есть в тех же нормативных сроках, то есть здесь с рабочих дней у нас составляют исковые, письменные консультации, проекты жалоб и так далее. Они могут обратиться в Центром и Документов по месту жительства, тоже с теми же пакетов документов, то есть паспорт, связи с выражением детей и получить ту же юридическую помощь. Как признаются юристы, в последнее время число удовлетворенных исков об установлении 30% скидки становится все больше. В их числе недавно оказалась многодетная семья Федосеенко из Якутска. После того, как управляющая компания не предоставила скидку по письменному заявлению, они обратились в прокуратуру и через Верховный суд добились льготы. Сейчас они всей семьей находятся в отпуске и по приезду домой надеются на исполнение решения суда. Радость не только за нас, мы очень надеемся, что это послужит прецедентом, хотя у нас говорят непрецедентное право, для других многодетных быть немножко активными в защиту своих прав и интересов. Потому что многие законы, они не работают, то есть они приняты, но не работают. Может быть, это работает. Я писал в группе, я в группе многодетных семей строительного органа состою, и обладаю, что люди или в прокуратуру обращались в суды на основании уже принятого решения Верховного суда, что законы должны работать, должны помогать многодетным. Еще одним способом значительно сэкономить на расходах жилищно-коммунальных услуг является установка приборов учета. Как мы все знаем, человек может потребить больше или меньше указанных величин, но если прибора учета нет, на конечные цифры в квитанции это не повлияет. Все будет рассчитываться по нормативу. Отметим, что независимо от даты передачи показаний приборов учета, в период изменения тарифов, объемы потребления до повышения будут рассчитаны по старым тарифам. Марьяна Кутукова, Владимир Павлов, Якутия, день за нем.